Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! В эфире, мы в эфире! Качество отличное! Так, тут заставка, я не знаю, как её делать. Решил немножечко постримить. Смотрите, у меня какая, можно так сказать, приблуда. Самсунг. Эвум-эву, дрэвум. Солид-сей дрэвэ. Погубите? Не ухты с бухты, а солид-сей дрэвэ. На 4-ти работа. Нас ожидает большая работа. Ожидает большая работа. Кстати, интересно такой вопрос задать. Видите, у меня тут техника. АКБ, МАКБ. Тут супер-дупер шмоппер-поппер такие вот АКБ-наушники, в которых даже, так говорят, Битлз записывался. Опа. Ну что, такое предложение, как в авторском исполнении записать аудиокнигу. Такой вопрос. Интересно вам, будет ее желание слушать или желания никакого слушать аудиокниги нету? Так, а куда же вот это вот делось? Черный эфир. Куда она делась? Куда она делась? И как эту заставку вставить? Я пока не понимаю. Ну ладно. Так что записать свои книги в виде аудио формата вот на такую технику. Видите, я еще не знаю, как ее толком подсоединять. Стойка должна вот так вот стоять. Я так понимаю, вот этот штырек должен быть прикручен. Это на стойке должно, так сказать, как говорится, чтобы не плевало. Чтобы не плевало. Ну и остается не лениться, а записать для начала пару тройку своих книг. Ну что, пока я вижу, что 17 просмотров, отметки 3 нравятся. И вот наконец-таки Артем Федоров пишет о, круто, пришел домой и застал ваш стрим. А это часто а то часто опаздывал. Ну вот как раз я застремился. Застремился. глядывал я ваши комментарии. Конечно, за время как бы сказать моего блогеровского блогеровского опыта о Владиславу доброго здоровьица. Я так понимаю, вот эта вот штука должна вот сюда одеваться. То есть тут стойка какая-то другая должна быть. У меня вот такая вот стойка. Надо будет посмотреть, какая там у меня стойка еще осталась. А так и это. вот. И всякое, всякое, всякое. Так, вот Артем Федоров спрашивает. Вы знаете, как можно избавиться от застрелых страхов? Например, от боя из леса от бак. Ну, вообще-то так чисто теоретически, чисто теоретически. Вот у меня вообще страх такой был. Я работал водолазом. И я вот нарочно лез вот в эту вот черную глубину, где ничего не видно, чтобы вот это все преодолеть. И, знаете, я перестал что-либо там бояться вообще. Но вот если неожиданно, я так сказать вздрагиваю. Ну, как-то не более. То есть должно прийти понятие, вот именно если вы боитесь собак, то вот вы должны себе объяснить. Это процесс, конечно, не в двух словах, не в двух минутах. Почему вы боитесь собак? Как с ними взаимодействовать? Ну, и пускай, допустим, вот что вы боитесь? Именно укуса ихнего или еще чего-то. Моя, кстати, дочка боится этих собак. Жена не боится. Наоборот, как рявкнет, это собаки там сразу ложатся. Вот так вот. А я как-то так, знаете, ни кошек, ни собак. Особо ничего не боюсь, так сказать. То есть важно для самого себя объяснить. Вот, что вам страшно в этом случае? Страшно там боль от укуса? Это можно потерпеть? Или, допустим, само нападение? Ага, как от него можно защититься там, допустим? То есть это все в голове делается. Ну, я лично так. То есть любые действия я предпочитаю вот для себя самого разъяснить. А потом уже будем говорить поступать так или это? Так. Виталий Алексюк про рассеянный склероз скажите пару слов. Спасибо. Ну, что рассеянный склероз? Рассеянный склероз в пару словах лечится. Я думаю, что рассеянный склероз это действие неких микробов, которые все это дело вызывает. И против него, конечно, находится управа. Ну, допустим, можно там попробовать керосинчик попринимать. А более-более основательно я об этом написал, по-моему, статью в газетах у меня. То есть, я в свое время, мне что-то было интересно. Я брал тему, допустим, тот же рассеянный склероз, ага, и начинал его изучать. По-моему, вот, насколько я помню, рассеянный склероз, заболевание довольно-таки молодых людей, у которых там что-то там с сосудами начинается проблемы и так далее и тому подобное. И вот, как этого избавиться? То есть, важно, важно, важно это понять причину, откуда растут ноги. А потом уже, потом уже выстраивает цепочку, как от этого всего избавиться? А не просто рассеянный склероз, вот мы рассеянный склероз, у нас там, допустим, сосуды закупорились, и мы пытаемся их раскупорить и так далее. Это тоже что-то надо делать, но важно понимать, от чего они слиплись. Я просто так может рассеянный склероз это не то, что я вам рассказываю, но примерно так. Так, да это все психология, тут точно я знаю, с чего пошел корень страха. Так, в детстве кусала овчарка немецкая два раза, один раз кот прокусывала руку, но во всех случаях я был сам виноват. Кот кота разнимал, а от собаки убегал. Малый был, не понимал. Ну, вот вы для себя и объясните, что, что и как. Так, даже первый раз отобрал кастрюлю с едой у своей же дачной собаки, она тяпнула. ну, бывает такое. Вот же бесстрашный в детстве был, диву даюсь. А теперь что? А теперь что? А теперь что вы? То есть, вы просто здесь в детстве человек был не бесстрашный, а он вот, ну, он думал вот так вот, допустим, еду забрать и не думал, что за это может последовать от собаки там, допустим, укус. Просто забирал, да и все. Но после этих случаев и пошел страх. Ну, а теперь вот Владимир. Здрасте. Ну, что вы хотите здрасте? А, просто поздороваю. Спасибо, Владимир, что вы не бросили кость. Так, вот и объясните себе, что это получилось после того, как кота разнимали, это получилось после того, как там у собаки миску там брали. То есть, все, как бы сказать, вот так вот объясните и дальше, то есть, есть такие вещи, которые вообще-то не надо делать. Это вы получили просто-напросто жизненный опыт, который вам должен подсказать, вот так вот, вот так вот, не надо поступать. И все. А не то, чтобы вы потом стали бояться. Просто вы должны понимать, что если я действую вот таким вот образом, то за этим последуют, допустим, от кошки или собаки вот такие вот действия. Так, Артем Федоров, да, тут все понятно с этими страхами, наверное, пройдет само собой. А смотрите, вот с детства оно у вас само собой не прошло. То есть, вот не было какой-то разъяснительной работы, а наоборот, она у вас произошла какая-то аккумуляция этого страха. Ибо сознание это есть. И так сказать, откуда это пошло, вот с болезнями бы так знать, от чего они пошли. А для того, чтобы знать болезни, от чего они пошли, как правило, наши болезни начинаются с простейших вещей. Это, как правило, простуды, это, как правило, какие-то паразитарные вещи и далее, далее. То есть, вот, например, был лишай, были прыщи. Это говорит, прыщи, это говорит о том, что гноеродная инфекция уже подключилась и начала там в организме развиваться. Лишай, значит, со временем у нас там какие-то вещи пошли там непонятные. Это уже его действия. Допустим, что мы допустим, ангина была, а после ангины там начало побаливать сердце, начали побаливать суставы. Ага, это говорит о том, что вот инфекция стрептококковая пошла по всему организму. Была у нас молочница, а после этого начали что-то опять-таки суставы там побаливать и все такие. То есть, я же как раз вот в серии видео о самодиагностике об этом рассказывал. всему есть причина, всему есть следствие и все это можно раскрутить до первоистока. Ладно, уже я не помню к чему это. Буду пробовать по кусочкам маленьким. маленьким, а-а-а, все понял, сгору, то есть съесть вот это вот шоколад, это говорит о том, что разбалансирован жизненный принцип ветра, ветер в организме, жизненный принцип, что он создает, он создает сухость и холод и легкость, и для того, чтобы вот эти все параметры сухость, холод и легкость уравновесить, прийти в норму, организм требует вот такую вот пищу тяжелую, вот такого маслянистого вкуса, как шоколад, шоколад является одним, одной из идеальных вот вкусов, который уравновешивает и пищей, уравновешивает жизненный принцип ветра, поэтому его и хочется есть, да, у кого это все вышло из нормального состояния, и он себе не дает отчет, почему это получилось, но мы-то знаем, исходя из учения о жизненных принципах ветра, слизи, желчи, что за процессы происходят и почему они так на нас влияют, поэтому тут не кусочками маленькими, это действительно кусочек маленький только вот для того, чтобы ум удовлетворить, а для того, чтобы вот восстановить, нормализовать жизненный принцип ветра, а там должна быть каша, что-то такое, вы можете подобрать вот что-то такое, ну типа каши, допустим, картошка там с маслом там топленым, еще что-то, еще что-то, тушеные овощи вот с маслом есть такие, знаете, мне нравился, вот джипсандал, овощи вот с маслом ешь, ну вот чувствуешь, вот знаете, что это то блюдо, которое организм хочет, то есть вы попробуете различные блюда для того, чтобы вы, как бы сказать, убедились, что просит ваш организм, чем можно заменить вот этот шоколад, так, а какие из растительных масел вы наиболее предпочитаете? Я в основном предпочитаю это подсолнечное масло, вот мы сегодня были на базаре, купили вот это подсолнечное масло, которое там это, слегка, так сказать, знаете, поджарено с таким приятным запахом, и его в салаты. Как убрать сухость кожи головы? Проблема с детства, разные аптечные мазы не помогают. А смотрите, сухость кожи головы, это говорит о том, что уже с детства что-то произошло, то ли там внедрение какого-то грибка, то ли внедрение, я не хочу сказать какой-то инфекции, но вот то, что вызывает сухость кожи головы, это уже локальная проблема, как правило, зависящая от наличия каких-то паразитов. Там, возможно, если там и много перхоти образуется и так далее, и тому подобное, вот эти. Все это вот начинается с детства, она не начинается, аптечные мази не помогают и так далее. Вот, вот с этими, и уже дальше действовать. Так, у моей знакомой проблемы с коленными стами, что можете посоветовать, что можете предложить. Ну вот в некоторых, если так вот, как говорится, просто сказать, да помажьте их керосином немножечко, немножечко керосином смажете, и уже будет, знаете, толк. И меньше болей будет, и намного лучше. Плюс даже ту же лошадиную силу втирать гель, лошадиная сила. Так, кстати, прыщи были, но преимущественно в подростковом возрасте. Потом прошли и не появляются. А вот белый наед на языке и больше вставок из спины уже много лет. И вот смотрите, Артем Федоров, кстати, мы давайте с вами определимся, сколько будем. Сейчас смотрите, 19.47, мы с вами постримим, давайте до 20.30 примерно. Так вот. Вот смотрите, прыщи были, гнаеродная инфекция влезла в организм. Она, значит, когда влазила в организм, это были прыщи. То есть первый этап обороны организма, как бы сказать, явилось и внедрение. Это, значит, вот показало, что я внедряюсь прыщами и так далее. Далее она уже прошла в барьер кожный, пошла внутрь, пошла по всему организму. И, значит, белый наед на языке это говорит вообще о том, что смотря какой густоты у вас, что-то молочница уже. И дальше это молочница, то есть грибок. А что он любит? А он как раз любит поселяться в суставах. И начинает болеть суставы, и там спина и так далее. И это, естественно, продолжается, начинается потихоньку и продолжается много лет, и все хуже и хуже. Что в этом случае делать? В этом случае работать над своим собственным организмом. А именно, начинать противопаразитарку использовать, более-менее регулярно, и пошло-пошло-поехало. Почистить организм, нормализовать более-менее питание. Так, по вашему видео склоняюсь к тому, что такие, как минимум, грибки и паразиты у меня есть. Ну вот они как раз и все это дело делают. Поэтому от грибковых паразитов начинаем использовать разные вещи противопаразитарные. Первое, это просто-напросто начинаем тройчатку принимать. Далее, вот мне особенно понравилось, это, кстати, Артем Федоров, а как у вас с животом там? Газики бывают, так это более-менее часто. Значит, далее используем тмин. И далее, через какое-то время, керосин. Далее там и еще что-нибудь. Далее. В общем, шоколад надо стараться маслом больше заменить. Ну, попробуйте топлю именно топленым маслом. Топленым. Артем Федоров, кстати, лет 7 назад обнаружил застой и бактерии в желчном пузыре. Лечил методом официальной медицины. Помогала только на время, потом все по-новому. Я еще помню, так удивлялся, разве могут быть бактерии в желчном? Да, оказывается, вообще организм, это для бактерий, для грибков, для вирусов, вообще для паразитов. Это просто-напросто планета, которую надо колонизировать, захватить и высасывать жизненную силу. Происходит это еще из-за того, что мало энергии. То есть маленькая энергетика, энергетика самого организма, энергетика клеток, которая не может с этим делом бороться. Поэтому они начинают ее использовать. И, кстати, страх здесь является, как бы сказать, одной из причин, которые на себя берут энергетику. От страха надо вообще избавиться. Потому что это такой прибамбас у вас, который так и норовит испугаться, и так и норовит у вас перекрыть всю энергетику нормальную. И тем самым ослабляет. А за ней уже внедряются вирусы, бактерии и грибки, ничего не получают, никакого отпора. И пошли они везде. То есть все жидкости, все ткани нашего организма, это даже ногти там и волосы, это, как бы сказать, прекрасная пища для тех или иных грибков, бактерий, вирусов и уже глистов. Как почистить сосуды? Я мерзлячка. Говорят, это от этого. Говорят, это от этого. Я не понял, что говорят, это от этого. То есть человек мерзнет из-за того, что сосуды... Там может быть, знаете что, с сосудами все нормально, а может быть такой спазм небольшой, который не позволяет нормально циркулироваться ни крови, ни лимфы. То есть должно там 100% проходить у вас, а у вас проходит хотя бы там где-то 80%. Для здоровья ног это нормально. А вот для того, чтобы вы не мерзли, этого недостаточно. Поэтому тут с этими... А так ног что там почистить? Почистить там сосуды. Хотя бы у меня заходите в библиотеку и смотрите. Там несколько есть чисток для сосудов. Там, по-моему, с луковой швой, по-моему, с... Этим мысом... Со схвоей и еще так далее. То есть все это можно почистить, если так сказать вы думаете. Ну, мне кажется, несколько там в ином. Потому что сосуды более-менее у нас вообще-то чистые. Это уж слишком надо их там засорить. Там сало кушать постоянно с хлебом. В воде... А, они должны их, значит... То есть бактерии в желчном пузыре должна желчь растворить. А она вот не растворяет. И тут причина в чем-то другом. Вот это интересно. Так, здравствуйте, Мансан. Так, Петрович, как относитесь к вегетарианству? Ведь ведическая культура требует именно этого. Ну, знаете, там у них очень своеобразное такое вегетарианство. Это, как правило, наличие молочных продуктов, которые там делают ихнее питание полноценным. Что касается нас, ну, в целом я отношусь положительно. Но люди его, используя в холодное время года, вот получаются там отрицательные результаты. То есть в целом вегетарианство вроде как положительная вещь. Действует хорошо. Но особенно оно прекрасно работает это летом. И отрицательно у нас работает это зимой. Потому что овощи охлаждают, они борются от, так как они растут летом, они борются от высыхания тем, что сами себя охлаждают и увлажняют. И когда мы эти овощи, тем более не по сезону, начинаем применять зимой, мы получаем совсем противоположное. То есть мы охлаждаем себя, оводняем. И у нас становится, значит, хуже пищеварение, иммунитет. Мы начинаем мерзнуть. У женщин нарушаются менструальные циклы. Так, подскажите, как лечить лямбли? Кстати, есть Дима Иванов. Заходите. Я сейчас тут точно не помню. И где-то у меня в библиотеке прекрасно написано, и как лечить лямбли. И кто-то даже тут отзывался, я что-то там рассказывал про эти лямбли, возможно, там керосин, что именно на них он хорошо влияет. Так что посмотрите, это все есть. То есть не то, что я вот энциклопедист сижу и рассказываю. Я что-то там помню, что-то я просто прошел и осталось там, где-то в библиотеке. Мне тоже надо там посмотреть, как справочную литературу. И я для того и написал, чтобы вы могли зайти бесплатно, посмотреть. Я же денег с вас не беру. Вот знаете, не веду вебинаров. Говорю, так, вебинар будет там завтра. Кто на вебинар записывается, значит, отстегните мне вот столько-то денег, и мы будем с вами вебинарить. Я поступил по-другому. Я выложил все свои вот эти вот книги основные. Вы заходите, читаете. Выложил газеты для бесплатно. Заходите, ищите, читайте, как это. И оздоравливаетесь. Бесплатно. Так, про Лямбле я сказал. Значит, Наталья Фокина. Вы продолжаете практику длительного голодания? Нет. Но я всегда вернусь к голоданию, если на это сочту, что надо этим делом заняться. Или по какой-то конкретной причине. В данный момент нет. Я этим делом не занимаюсь. У подруги аневризма брюшной аорты. Как вы думаете, можно обойтись без операции? Где и об этом почитать? Можете почитать в моей книге «Очищение организма». Там как раз и, по-моему, в первом томе целительных сил я как раз описываю, когда обратился молодой человек с аневризмой аорты. Вообще там не брюшной, а просто с аневризмой аорты. И как раз вот эта вот Бурева, Наталья Бурева, или Татьяна Бурева, Татьяна Бурева, она ему почистила печень в два раза, вся там дрянь повыходила более-менее, организм пришел в нормальное состояние, никакой не понравилась операции. И говорит, этот молодой человек начал скакать там через три ступеньки, хотя раньше у него ничего не было. Все это есть. Привет всем и моему братцу Станислав Исаеву. Значит, есть Станислав, а есть Владислав. Вы братья, да? Опа! Рамиль Баттеров, 888 рублей. Оу! Спасибо! Крепко вы здоровы, Рица. Спасибо! О! Компьютер! Всем-всем-всем крепко здоровы. Хорошо! Так, Станислав Исаев, Геннадий Петрович, как вы относитесь к юге? Я к юге отношусь положительно. На! Анжелика, помогает ли рассасывание масла для очищения организма? Я говорю, рассасывание масла, вот это вот, что вы в рот берете столовую ложку, да, помогает. То есть здесь идет очищение через слюнные железы. Когда вырабатывается слюна, слюна вырабатывается из крови. И вот как раз в слюнных железах, проходя кровь, она очищается. То есть вырабатывается слюна, и через нее сбрасывается все лишнее, ненужное в крови. Артем Федоров, да, с кишечников тоже полный разбаланс. Вот Артем Федоров с кишечника-то надо и начинать. Также много лет, Мин принимал уже пару месяцев, но видно, его одного недостаточно. Как? Как? Сколько лет, если уже грибница и прочая зараза? Я понимаю, что это долго работает, но я к ней готов. Вы принимаете, не разжевывая его. Вот как я рассказал, для того, чтобы навести порядок в желудочно-кишечном тракте, я беру, значит, берите, значит, одну-вторую чайной ложки. Можно даже увеличить до одной чайной ложки. И просто-напросто не разжевывая, проглотить. А потом уже дальше смотреть, как реакция организма. Крепит он, не крепит он, как он. Газы уменьшились. Уже это тогда меньше. То есть я начал примерно с пол чайной ложки, а сейчас где-то одну-пятую чайной ложки. Вот. И вот эта вся зараза, как бы сказать, угнездившись в желудочно-кишечном тракте, в основном в толстом кишечнике, она начинает оттуда уже, как знаете, оттуда у нее, как бы сказать, база. А с этой базы она уже, всасываясь в круг, по всему организму распространяется. И дальше уже, как бы сказать, закрепится. И либо в суставах, либо там еще где-то, либо еще там где-то. И начинает просто-напросто разрушать. А мы, как бы сказать, и думаем, вот что там такое. Так. Насколько эффективна против паразитов полынь? Ну, против некоторых она очень эффективна. Против других не особенно эффективна. В полыне много видов. Андрей Ош. Я написал про полынь, так как я делаю для себя мой травник. В газете про разные виды полыни огромная статья, большая, обстоятельная. Поэтому почитали и капитально познакомились с ней. Если много будет полыни, много, а это ж ядовитая вещь, она может вас и подтравить. Поэтому там все должно быть в дозировке и вещь хорошая. Ага. Значит, привет, Стас. Рад видеть на канале Петровича. Все. Встретились, братья. Рад. Так. Почему волосы быстро становятся жирными? Что-то с печенью. Не знаю. С печенью, не с печенью. Жир это. С жиром. Это Наталья Моисенко. Жир выделяется. Это попробуйте разобраться вообще там с питанием. Что вы едите? Почему они становятся такими жирными? Вот. Разобраться. Что вы в первую очередь едите? Это почему они становятся жирными? А потом уже с печенью. Потому что и с печенью могут проблемы из-за того, что человек там употребляет пищу. Он думает, что я питаюсь нормально. А на самом деле там идет чай с кофе, с булочками там. Чай и кофе с булочками. Вот. И думает, что это там нормальное питание или еще что-то такое. Так. Мерзут шнупы мне 23 связаны проблемы с мочеполовой из-за холодных ног. Не знаю. Не могу сказать. Опять Артем Федоров. По вашему полезным видео. По вашим полезным видео. Думаю постепенно, если буду соблюдать и регулярно применять. То рано или поздно избавлюсь от этих грибниц, паразитов и прочего. Вы знаете, я сейчас до этого выставил видео о чистке печени. Когда мужчина начал чистить печень. И из него там как повалила разная ерунда. И вот мы с ним боремся до сих пор. И вот как более-менее эта борьба, так сказать, придет к такому положительному, хорошему концу. Я выставлю вот это все, можно сказать, Одиссею его. Вот это вот все. Или сагу. По избавлению от паразитов и грибницы. Начали чистить печень. Вот. Первая чистка не получилась из-за того, что там все было слизью залеплено. Вторая чистка пообуривая. И в конце концов это все сдвинуло. И все эти там паразиты, которые были и грибки, как пришли в движение. Как началось там по этим обострениям. И вот-вот более-менее привели в порядок ноги. А теперь там идет работа дальше. И вы как раз почитаете. И там вот что я ему рекомендовал от паразитов. Какие-то различные травы. Какие там сочетания. Какие-то методы. Вот это я думаю все это изложить. Для того, чтобы вот для таких как Артем было понятно, с чем они могут столкнуться. И как от этого избавиться. Получается спинной сустав потом один прекрасный момент. Просто перестанут болеть, когда избавиться от паразитов. Ну в первую очередь, вот смотрите. Надо наметить, так сказать себе, шаги по избавлению, по восстановлению собственного здоровья. Давайте так скажем. Так вот, шаги по восстановлению собственного здоровья. Первый и основной. Наладить работу желудочно-кишечного тракта. То есть, чтобы у вас в первую очередь никаких газов не было. Второе, чтобы у вас был стул оформленный. Третье, чтобы вы хотя бы раз в день ходили по большому. И уже там четвертое, это чтобы вы ели и чувствовали, у вас все переварилось. Здравствуйте, это Алексей. Можно ли дыханием счастья убрать страхи? Их вызывают панические атаки и подскажите, и подскакивают давление. Можно попробовать. Но знаете, вот эти вот убрать страхи, их вызывают панические атаки. И подскакивают давление. Смотрите, перед тем, как возникает паническая атака, что-то должно произойти. Ловите этот момент. Вот, смотрите, отсюда начинается паническая атака. И она продолжается сюда, да? Но до этого, что с вами происходило? Какие события были? Как вы к ним относились? Вот, если вы здесь начнете работать, у вас эти атаки потихонечку исчезнут. Вы сможете их контролировать. Потому что вот событие происходит, а человек, как бы сказать, втягивается в него, поддается ему без контроля. Это приводит потом вот к такой вот это, что, естественно, подскакивает давление. То есть, осознанно поработать вот с этим, а вот дыхание счастья, понимаете, оно просто-напросто, как бы сказать, вот то, что у вас есть уже. Какие-то пережитые моменты, которые были, которые остались следы всего этого. Вот она начнет их активировать и выводить. Это тоже процесс не такой быстрый, не такой, как бы сказать, комфортный. У одних просто протрусило и так далее, а у других могут быть очень серьезные вещи. Поэтому я вам предпочитаю, предлагаю вот именно вот это разобраться, что происходит перед этими атаками. Так, здравствуй, мне 22, кашеобразный кал. И из-за чего так и как вылечит? Кашеобразный кал. Это говорит о том, что у вас полным-полно неправильной микрофлоры, которая использует вас для своих собственных нужд. А вы начните с тмина. Вот найдите мое видео по тмину. Я беру пол чайной ложки тмина, утречком в рот его семена тмина, запиваю, не жую. И он пошел сюда, спустился и начал здесь работать. И, по крайней мере, кашеобразный стул начинает превращаться в оформленный. Нету никаких газов. Добавляется сила, энергия, потому что все это отнимает наши силы. Так, Владимир, спасибо за ответ. Привет из Америки. Хаппи. Спасибо за ваш календарь на каждый месяц и вставочки из целимой кульновии. Очень ценная информация. Проращу пол и ем по две столовые ложки. Утро вкусно. Вот смотрите, я, конечно, рад, что Америка как-то, как-то, как говорится, это самое, идет помощь в Америку. Календарь. Я еще выставлю остальное. Вы можете еще переходить в целебную кулинарию, Людмила, в плейлист целебной кулинарии. И там еще посмотреть более, так сказать, основательно вот эти передачи, которые я делал для ТВ. Там очень много полезной информации. Теперь смотрите, полба. Что такое полба? Полба – это пшеница, которая была первоначально. Она еще не изменена, не модифицирована, там генно-модифицирована, скрещивание, меньше. Только эта дикая пшеница, самая полезная, самая нужная для организма. Вы из нее можете проращивать и полбу, и есть по две столовые ложки утром. И делать вот эти различные коктейли, которые я там показывал. Вот эти завтраки, две столовые ложки проращивающей пшеницы. Допустим, чайная ложка меда, стакан кефира. Можете там добавить две столовые ложки еще творожка. Получается вкусно, полезно и отлично. Все будет расти, и волосы, и все основное. Поэтому полба – вещь. А из полбы вообще-то можно варить каши. Я был на Куликовом поле, мне подарили эту полбу. И там я ел и кашу из полбы. Мне очень понравилось. Поэтому приобретайте эту полбу. Они, многие целители, очень хорошо отзывались. И отзывались по причине того, что эта пшеница не модифицирована руками человека. А сохранила свою первозданную силу. Пользуйтесь. Варите каши, есть. Так. На 17 дней голода распухли суставы пальцы правой, руки, суставы, стопы ног и голеностопа. Боли сумасшедшие. Что делать? Голодать дальше. Роман наконечный. Голодать дальше. Это началось обострение распухлой суставы пальцы правой, ноги, суставы ног и так далее. Голеностопа. То есть голод зацепил ту инфекцию, которая там была. И начинается через острое обострение ее выведение. И здесь надо потерпеть. Как правило, это проходит через 3-4 дня. То есть тут надо потерпеть и понимать, что происходит на голоде. А для того, как у вас были заболевания, и суставы пальца что-то было, и суставы правой ноги. Возможно, бибок был. Который дошел, аж до голеностопа. Боли сумасшедшие. Ну, короче, напишите, Роман наконечный. А что у вас было? Вот. Что делать? Голодать. Голодать дальше. Для того, чтобы вот это все вышло. Кстати, я скажу вот такую еще вещь. Я хотел ее сказать. Это тонкости выхода из голодания. Когда человек проголодает за 3 недели. То есть это вот лучше где-то 4 недели. У него полностью меняется микрофлора. Где-то вот 30 дней. Это приводит к тому, что наш организм становится действительно чист. И у него та микрофлора, которая нужна. И что наступает на выходе из голодания? На выходе из голодания. И у меня такое было. И вот у некоторых других они мне задают такие вопросы. Говорят, я отголодал 30 суток. А потом у меня через 3 дня произошло воспаление мочеполовой системы. Все там разболелось и так далее и тому подобное. Я говорю, половой акт был. Они говорят, был. И у меня в свое время был. То есть мы вновь обмениваемся со своей супругой или там половым партнером. Вот эта вот микрофлора, она становится у нас общая. Ее и твоя. И как правило, вот это вот внедрение чужеродной микрофлоры ведет к тому, что к такому состоянию, как будто вы схватили какую-то неприятную мочеполовую инфекцию. То есть будьте к этому готовы. Вот почему вот такие вот сроки голода вызывают, значит, при возвращении к обычной жизни вот такие вот вещи. Потом это все выравнивается примерно через неделю. Все это проходит и более-менее нормально. Такое бывает. Чтоб вы знали. Так. Дима Иванова, окей, спасибо. Буду смотреть роман. Вот вы крутой мало. Кто и пару дней голода способны выверживать. Но это, на это дело надо настроиться. Это дело для того, чтобы голодать, человек должен себя настроить и выделить как важную вещь. То есть у него должна быть мощная мотивация. Если ее нету, ничего не будет. Так. Нелли Калгина, добрый вечер. Так. Бестыжая горилла. Геннадий, подскажите, пожалуйста, мощное народное средство для каменной потенции. Спасибо. Вы знаете, для каменной потенции. Я скажу то, что я проверил на себе. А именно, проросшая пшеница. Кушайте проросшую пшеницу. Прорастили ее. Я там очень много видео сделал. Прорастили. Госточку этой проросшей пшеницы в блендер. Заливаете стаканом кефира. Чайную ложку меда, чтобы все это вам было вкусно. Все. Все перемололи. У вас получилось смузи. Выпиваете. И смотрите, нам для потенции рекомендуют вот такие вот капсулки, в которых находится масло из проросшей пшеницы. Как-то они называются, если вспомню, я скажу. Вот. Так вот, смотрите. Вот это масло, неизвестно, сколько оно там полежало в этих капсулах. То есть, срок годности какой. А тот мы с вами перемололи и сразу употребили. Мы с вами употребили энергетику проросшего зерна. Мы с вами употребили вот эти все витамины группы В и Е, которые влияют на половую активность, в самом лучшем, таком здоровом, живом виде. И, естественно, это отлично отражается на потенцию и вообще на работу нашего организма. Хороший там стул, лучше ногти растут, лучше кожа и так далее, и так далее. Не разжевывая и принимая черный тмин, вздутие поджелудочное, хорошо снимая. А кишечник пока по ощущениям никак, Петрович. А чем можно заменить тратчатку? Просто постоянно принимают. Так как у меня сильная аллергия на травы. Вот, конечно, вот смотрите, Артем, и вы все слушайте. Как правило, если поселяются паразиты, типа грибков, типа микробов, мы не будем даже о глистах разговаривать. Мы будем разговаривать вот о нейродной инфекции и о грибковой инфекции. Вот это начинается, что вначале начинается у нас спучить. Далее пошло там по суставам Вздутие поджелудочное И как правило возникает аллергия То есть аллергия Вот почему еще знаете у нас Так широко распространена аллергия Нам внушают Что значит Имеются какие-то аллергены Не будем скидывать со счетов Аллергены Но я лично считаю, что практически все население, пораженное грибками, пораженное какими-то бактериями, вот они-то и вызывают. А что тут, как бы сказать, знаете, долго ходить? Вы возьмите хлеб, особенно, допустим, когда я в Москве жил, значит, я покупал хлеб московский, все это, да? Если я его не съедал, буквально-таки, на следующий день. А уж если не на следующий день, то через два дня это 100%, я смотрел, на нем были грибки, на нем была плесень. То есть мы постоянно заражаем себя вот через пищу, вот такую некачественную пищу, вот таким вот образом сделанную пищу. Мы постоянно себя заражаем, а потом удивляемся, а почему у нас начинается аллергия. И аллергия уже как результат этого самого поражения организма вот этими вот грибками и бактериями. Поэтому вот тмин помогает с ними бороться раз. И главное, тмин это пищевая добавка, которая не специально, это не лечебная вещь, а она вот как идет, как пищевая. И получаются хорошие результаты. Значит, можно использовать этот самый, семена укропа, там много семена фенхеля, но именно семена, чтобы они сюда прошли. Попробуйте увеличить там дозу, вот посмотреть, как все это у вас получается. Поэтому вот видите, опасаясь ее принимать сильную аллергию. Да, вот мы все начинаем опасаться. Когда голодаем, у нас вот такое появляется. Когда чистимся, у нас вот такое появляется. Когда еще что-то делаем, у нас такое появляется. Почему? Потому что это ответная реакция организма. Он выбрасывает из себя так. То есть выбрасывает через обострение. Это его естественная реакция. Как входит болезнь в нас через обострение. Что у нас поднимается температура и так далее. Это нас обсыпало. Вот. И она как бы ушла, и мы думаем, выздоровели. А она там, внутри там тлеет. Так точно и выходит она через обострение. И потливость будет, но быстро пройдет. И температура может подняться. И понос может быть. И даже травота может быть. И еще что-нибудь. Вот только хоп, и мы лучше себя чувствуем. Поэтому я постоянно так сильно аллергия на травы. Ну, давайте вот с тмина начните. Так. А вы помните сюжет про мальчика, который первый в России получил материнский капитал? Я его не видел. Петрович, кстати, а пигментные пятна на лице, на что указывает? Тоже печи у меня пока еще нет. А у матери появились в последние годы. У нее в школьной была желтуха. Ну, считается, что это, да, пигментные пятна, связанные с печенью. Здесь используются различные, знаете, как бы сказать, припарки, примочки. Допустим, на основе, там, допустим, отвара из семян, петрушки, там, что-то там такое. Прикладывается, чтобы вот это вот рассосалось. То есть, ну, тут надо заморачиваться. Я где-то тоже о них писал. Да, это как раз говорит о том, что вот, когда пятна это появляются, старческие, что у нас уже печеночка хуже стала работать. Уже вот эти пигменты желчные не удаляются. Они начинают откладываться. Что дело пошло к старости. Так. Да. Было бы великолепно, если бы вы выложили видео борьбы того мужчины с паразитами, как вы сказали. Да. Вот она, я думаю, через какое-то время подойдет к концу. Потому что есть очень хорошие. Ступни ног его стали нормальные. Если бы вы глянули на ступни ног во время обострения, то, знаете, это что-то такое, как это просто месиво мясное, через которое выходит грибница. Это ужасная вещь. А сейчас они уже оформились, все так более-менее нормально и выглядят почти здорово. Как вызвать мощную эрекцию? Для того, чтобы была мощная эрекция, должно быть мощное желание. То есть у вас должно, вы должны гореть к этому партнеру. Вот вы, знаете, вот, вот, как говорится, что такое любовь? Помимо всего прочего, это вот такая уникальная связь, которая вот, хочется с этим человеком слиться на всех уровнях. На интеллектуальном, на эмоциональном и на физическом. И вот тогда у вас возникает вот эта вот мощная, так сказать, потенция, желание и так далее. А если даже у вас будет там красавица или красавчик, которые вам не нравятся, то, ну, ничего не появится. Андрей Ож заметил на себе, что вполне безопасно держать за щекой весь день периодически надкусы одно-две сушеные гвоздики кулинарные. Если есть противопоказания по такому частому ежедневному применению. Я думаю, это все на вашем самочувствии. Если вы чувствуете более-менее нормально, можете продолжать. И, кстати, вот эти вот сушеные гвоздички, две-три палочки, вы можете также вместо тмина попробовать проглатывать. И проследить, как это будет отзываться на состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Будет ли стул оформляться? Будет ли он ежедневный, регулярный? Не будет ли у вас газов? Почувствуете ли вы какую-то энергетику? И смотрите, что еще делает гвоздика. Гвоздика это сильное средство, которое содержит в себе, как бы сказать, субстанцию огня. Она позволяет, это, конечно, обеззораживает ротовую полость и дыхание. Она позволяет стимулировать умственные процессы. Она позволяет стимулировать пищеварение. Она позволяет стимулировать зрение, лучше будет. Вот, ну и будете вообще там весельчак. Как избавиться от системного кандидоза? Спасибо за добрые советы. А я только что и рассказывал. Вот смотрите, начните с этого самого, с тмина. И дальше, дальше продолжите гвоздикой. Дальше вы можете через какое-то время керосичек попробовать. Дальше вы можете попробовать, значит, тадикам. Дальше вы можете попробовать тратчатку и так далее, и так далее. И дело пойдет. Кандидоз через язык лезет Сергей Мартынов. Напишите, язык белый или нет. Так что все это решается. И вот вы знаете, с тем человеком, о котором я рассказывал, обострение вот это целое, эпопея идет. Вот первоначально у него язык был чистый. А вот пошло через ступни. А потом вот эта вот вся эта ерунда, она полезла через верх. Язык постоянно обложенный. Были до этого ангины. И вот наблюдаются, как бы сказать, очаги вот этого грибка и какой-то гоноиродной инфекции в гландах. Я тоже говорю, вот то-то, то-то, то-то делать для того, чтобы это все вытянуть. Ну не так-то просто. Она вытягивается, но поддается. Так, хлеба стараюсь не кушать. То же самое практически на следующий день. Он весь в грибках. К сожалению, бездорожевой хлеб у нас не продает. А вы знаете, что Артем Федоров, я одно время отказался вообще от хлеба, использовал каши. Попробуйте вот на кашах подержаться недели две. Это тот же крахмал. Ну и это будет для организма, как бы сказать, вот то же самое. То есть ту же кашу вы можете из пшеницы варить. И будет как хлеб. Ну вот это вот надо перестроить свои кулинарные эти самые потребности, перестроить свои пристрастия, изменить вот этот способ готовки. И у вас будет нормально. То есть вот это без грибкового этого каши. Короче, попробуйте его вот так вот. И потом можете через две недельки написать, что я попробовал вот различные каши, мне понравилось то-то, 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 или не понравилось, и что вы там почувствовали. Так, прошло осознание, хлеб стал кушать редко, так как ел его всю жизнь, а после него стало плохо. После хлеба, да, на каком-то подсознательном уровне стал чаще кушать хлебцы, покупая их частенько. Смотрите, это не выход хлебцы, это не выход. Хотя, хотя, что-то там такое, там суп, сухарики, хлебцы. Я знал в свое время одного человека, который, знаете, от хлеба отказался, перешел там на хлебцы и сухарики и говорит, о, а потом у него начались там другие проблемы. Попробуйте каши, каши, вот если вы научитесь вкусно готовить каши разнообразные там, вот смотрите, мы говорили о том, что с полбы, достаньте этой полбы, с нее готовьте перловая там, пшеная, какая там еще гречневая там, потом овсяная, вот это вот все. Вы попробуйте различные, есть там, можно даже из, по-моему, гороха. Вот, и вы для себя что-то выберете, и тогда будет. Потому что, с одной стороны, смотрите, если мы вот такой хлеб, осемененный этой плесенью, потребляем, мы постоянно себя заражаем. И мы пытаемся избавиться от этого вот паразита, от которого у нас уже начинают суставы болеть. А постоянно его добавляем. То есть, такое, как бы сказать, лечение, оздоровление не имеет смысла, потому что мы с вами, ну, как пьяница, боремся от алкоголизма, при этом каждый день употребляем его. Так точно и с хлебом. Это примерно то же самое. Так, нет грибков. Ну, нет грибков, я вам рассказал про хлебцы и так далее. Так, Дмитрий, Дмитрий куда-то скаканул. Так, здравствуйте. Подскажите, можно ли совмещать в течение дня прием соды, тмина, дегтярной воды, трочатки и тодикам порядок приема и курсы, как по инструкции к этим препаратам. Ну, значит, вот что я на себе заметил, это лучше всего в течение дня вот такую мешанину не делать. Чтобы вы понимали, что именно для вас лучше. Для некоторых людей вот прием соды будет отлично действовать. Для других тмина, для третьей дегтярной воды и так далее. Поэтому вы сначала просто-напросто в качестве эксперимента только хопа, две недельки соды попили и отметили свое состояние. Ну, так себе, то есть, вот, допустим, я соду попринимал, ну и что, стул у меня не изменился, как газообразование было, так и осталось. Ага, отставил, тмин, тмин начал, о, тмина прекрасно, дегтярную воду начал, никакого результата. А знаете почему? Что сода и дегтярная вода, вот, почему они не действуют на кишечник, как я вот только что вам говорил? Потому что сода всосалась здесь, она там что-то там делает, в организме. Дегтярная вода, она тоже всосалась здесь и там действует. А вот тмин, как я вам сказал, цельные зерна, не разжевывают. Они доходят, проходят через безжелудочно-кишечный тракт и выделяют свои фитонциды, вот эти эфирные масла в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, там, где надо навести работу. Поэтому, видите, сода не действует, дегтярная вода не действует, отмин действует. Так, тройчатка, тройчатка более-менее может по всему организму нормально так действовать, интересно она вообще действует, но может на кишечнике не действовать. Тадикам не действует, потому что он не доходит. Он будет зато хорошо у вас чистить кровь. То есть, если у вас там прыщи на теле, отмина, допустим, он не будет особо убирать у вас прыщи на теле. А тадикамп великолепно начнет у вас убирать из крови, и вы это увидите на коже, гноеродную инфекцию, вот этих стафилококков, которые вызывают вот эти прыщики. Только раз прыщиков нету, ох! Вот, и смотрите дальше, вот сюда, вот, возможно, от тройчатки тадикампа и тмина у вас может исчезнуть герпес. От соды дегтярной воды, ну, там какие-то там свои вещи могут произойти. Вот, поэтому, последовательно, для того, чтобы у вас организм не привыкал к вот этой вот смеси, там, которая непонятно, что, как будет работать. А вот соду, отработали соду, он это, далее тмин, отработали тмин, далее дегтярную воду, то есть, недельки по 2-3. И так будет отлично. Так, без дрожжей хлеб хранится долго. Ну, вот, но это надо пекти бездрожжевой хлеб. Видать, им невыгодно печь бездрожжевой хлеб. Ну, знаете, есть такое понятие, как технологический процесс. Вот, для того, чтобы лучше сохранять, как бы сказать, не зерно, а хлеб, вот, для того, чтобы сохранять зерно, построены элеваторы, да, там постоянно что-то там смешивают, перемешивают, чтобы зерно это там, как говорят, не загорелось, не испортилось. То есть, его надо там постоянно мешать. А смотрите, если мы с вами сделали эту самую муку, очистим и, этот, зерно, вот, зерно у нас, а мы тут такая раз, кожуру убрали, где микроэлементы, зародыш убрали, где витамины, и у нас остается вот этот, один крахмал, типа, вот этот. Вот, а его уже хранить легче. И получается, он лежит, если она складит, лишь бы не отсадил, и лежит. А потом, допустим, когда хлеб там готовить, ну вот, можно же дрожжи хмельные взять, естественно, а можно, ну это надо там как-то выращивать и так далее. А можно вот эти вот дрожжи какие-то термофильные там как-то они готовят. А полезны ли они будут или нет? То есть, вот именно, как бы, хлеб они, вот это, врыхлят. Хорошо, но полезны ли они или не полезны для организма? Взрыхлели хорошо, а полезно ли нам такое взрыхление? То есть, видите, как я рассуждаю, или нет? И оказывается, совершенно нет. Пшеницу навязал Петр Первый, вместо пшеницы ели амаранту и жили долго. Ну, вот, говорят, при Петре Первом, вернее, Петр Первый ввел такой, как бы сказать, указ-приказ. Это истребить трехсотлетних старцев, что, оказывается, жили вот такие вот старцы, жили. Харал-харал-харал-харал. Амаранту, вот, ну, то, что надо, много слишком чего нам навязали, и не всегда это полезно. Так, Сергей Мартынов, язык белый, и слизь в виде пленок в стуле, и нитевидные кусочки. О-о-о, это вот как раз сейчас мы проходим вот эту вот вещь. Вот, язык белый, это молочница, слизь в виде пленок, уже, знаете, она вот образуется в стуле, нитевидные кусочки слизи, то есть, все уже слизнено в организме. Страшное дело, это грибок, но это вот как высасывает человека изнутри. Поэтому тут только раз, тмин, это раз, вот так вот, чтобы он это более-менее нормализовал у нас желудочно-кишечный тракт, плюс тодикам, попиваты, капелек по 10, или там, допустим, 1 треть чайной ложки, раз, чтобы в крови там все чистило. То есть, люди даже не подозревают, насколько серьезно у них поражен организм, и вот это вот более-менее, как бы сказать, ну, там, ну, язык белый, ну, пленки в стуле, ну, и что там, нитевидные кусочки слизи, это уже их, как бы сказать, колонии там выходят. Ну, и что, когда начинается бороться, это все, как начнет там упираться, она же тоже не хочет выходить. И как начнутся разного рода обострения. То есть, если бы такой вот Сергей Мартынов поголодал, допустим, суток, суток 40-45, да, То есть, смотрите, примерно там до 20-х суток только в организме, ну, до 15-х суток только в организме создавались бы условия, которые вызывают душняк для вот этой вот грибницы. Как только создался вот этот душняк, она начинает выходить, начинает выходить, вот идет вот это обострение, будет идти дней 20, то есть, вот, грубо говоря, 15 дней вы там проголодались, создавали там условия только. Теперь прибавляете еще 20 дней, это будут идти обострения, а то еще больше. То есть, это у вас 35 будет. Вот, и будет лезть и через кожу, и через стул, и что-то вы там не увидите, какие там такие страшные вещи, что ужасно. Но от всего этого можно избавиться. Ладно. Так, странник-ти ничего себе не знал таких подробностей, Артем этот. Скажите, за три дня сухого голодания микрофон не поменяется на хорошую? Нет, Нелли, вы это, посмотрите мою книгу в библиотеку. Голодание в лечебных целях. Вот я там примерно интересовался вот такими вопросами, как вы задаете. Что происходит в организме через три дня? Что происходит через неделю? Что происходит через 15 дней? Что происходит через 30 дней? То есть, чего вы можете достичь, используя те или иные сроки голодания? При этом важно помнить, что все мы с вами индивидуальны. И кому-то всего лишь нам понадобится три дня, а кому-то понадобится шесть дней для достижения того же результата. Вот такие вот вещи. Так, Артем Прокурор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вылечить грибок ногтей на пальцах? Ногти уже черные. Вот это уже, конечно, это говорит вообще о том, что этот грибок не только в пальцах ног, он уже там залез во всем организме, пошел, пошел, пошел. Ну вот я выложу вот эту вот эпопею с тем человеком, который сейчас за ревницей держится. Ну, с его разрешения, если он позволит все это дело сделать. Значит, что ему советовал? Вот смотрите. Грибок ногти на ногах. Берете две столовые ложки соли и разводите это, допустим, в трех литрах или в четырех литрах воды. Причем не просто воды, а это не кипяток должен быть, а вода примерно градусов сорок. Для того, чтобы вы размешали эту соль и парили ноги в этой воде. Зачем соль? Соль начнет всосать из организма воду и вместе с ней она начнет всосать грибок. После этого вы дегтем будете смазывать, вот полотенцем промокнули и дегтем смазали вот эти вот ногти. На следующий день опять парите, дегтем смазывайте, парите, дегтем смазывайте. Плюс внутрь надо еще использовать, ну, хотя бы тот же тмин. То есть, вы поняли, Артем, для того, чтобы вытянуть этот грибок, надо, чтобы он выходил. Солевой раствор будет его вытягивать. А дальше уже вот это дегтем смазали, уже оно будет воздействовать непосредственно на сам грибок. Итак, вот продолжите. Итак, как повысить сексуальность? Светлана Николаевна, как повысить сексуальность? Ну, для этого надо, я вам отвечу, я по гороскопу дева. Поэтому я как дева отвечаю вот вам, женщине. Для того, чтобы повысить сексуальность, надо, конечно, немножечко, как бы сказать, расковаться. То есть, человек обычно зажат, он боится там сказать какие-то ласковые слова, боится там дотронуться до другого человека или еще что-нибудь. То есть, чтобы у вас ушли вот эти вот боязни обнять человека, погладить его, пошептать ему что-то такое и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, и плюс, чтобы этот человек вам нравился. Потому что, а что я буду гладить человека и шептать ему там, люблю, если он мне не нравится. Вот так вот. То есть, это все. И, кстати, но я эту книгу не выложил. У меня есть книжка, ну, она примерно так называется, «Маленькие секреты большого секса», такая большая. Вот там очень много различных таких нужных для половой жизни, для нормальной половой жизни, там советов, рекомендаций, разъяснений и прочее, 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 прочее. Я, как-нибудь, ее выставлю в библиотеку, если надо, ну, напишите, я ее выставлю и будете подчитывать. По крайней мере, мои дети выросли, читали, все довольны этой книгой. Так, а хлеб цельнозерновой, но бездрожжевой, можно использовать или тоже отказать? Если вы после него чувствуете, все нормально, то есть, вот он, из него сделали муку, и дрожжей там нету, вы съели, ничего у вас не бродит, ничего у вас, нету никакой тяжести, конечно, можно. Так, полезен ли хлеб на хмелю? Заметите, что это легче воспринимается организмом, либо засушивать дрожжевой хлеб, а затем замачивать перед едой, тогда также легче. Нет, смотрите, хлеб на хмелю, это тот хлеб, который, будем говорить, вот, первоначально ели наши предки и было нормально. Далее, засушивать дрожжевой хлеб и так далее, замачивать перед едой, это уже ерунда, это уже не то. То вы его засушили, дрожжи эти там высохли, потом вы их замочили, даже сухой, если хлеб дрожжевой, его высушили в сухарь, вы его съели, дрожжи эти просто на простота заработали. То есть, ничего не меняется, что дрожжевой хлеб, что сухарь на дрожжевом хлебе. Для здоровья это не особо полезно. Марина Дори, подскажите, пожалуйста, муж говорит, видит одну и ту же цифру постоянно на номерах, на машинах, на время и так далее. Смотрю, у вас давно хотелось бы узнать, было ли у вас такое. Но я так особо не обращаю внимания, хотя, хотя, тем не менее, значит, что там это? У меня, если я еду куда-то, в поезде, допустим, у меня купе на цифру 5. Место в купе, допустим, тоже где-то кратное примерно 5. То есть, где-то в случаях примерно 8-10. То есть, это нормальная вещь вообще. Как-то она привлекает внимание, и как-то вы с этой цифрой соотноситесь. Ну, вот так я скажу. Более как-то это, развернуто я не могу сказать. Так, смотрите, мы осталось 6 минут заканчиваем. Все, никто ничего не пишет. Можно вместо хлеба лаваш употреблять? Он бездрожжевой. Да, можно. Вот это вот нормально идет. Петрович, а лично по вашему ощущению, что лучше и сильнее на все действует тодикамп или керосин? Одно и то же примерно. Вот что-то одно и то же. Я бы не сказал, что что-то там сильнее. Потому что, я так говорю, вот если керосин действует 90%, а тодикамп это будет вот тогда плюс еще 10%. Так, привет, перевернусь, крепкого здоровья. Хлеб из амаранты, пища, чистый белок, никакого крахмала. Ну, попробуйте амаранты. Я как-то его не встречал, не обращал внимания. Надо будет поесть его. Подскажите, чем можно спринцеваться при полипах? Ну, попробуйте при полипах вот этой вот содой. Погасить соду, пищевую соду сделать. И ей поспринцеваться. Вот, полипы вроде как соду не любят. Насчет апитерапии, а точнее постановки пчел скажете. Лично мне на передаче в Киеве, по-моему, 3 пчелы поставили. Так это хорошо меня, как бы сказать, взбодрило. В некоторых случаях это очень хорошо действует. Можно так сказать, очень хорошо действует. Но это специальные случаи, и человек должен разбираться о том, поставить там, а у человека там аллергии на пчелиные упуты. И будет очень плохо. Гипоксия, передавление сонных артерий, можно ли периодически применять? Вы знаете, я предпочитаю без всяких вот этих передавливаний. Это уже как-то неестественно. Саша Бро, мне помогает хорошо работать, ЖКТ, нет вздутий, гвоздика помогает при мочеполовой, не встаю ночью в туалет. Спасибо, хорошо, доброго, уважаемые. Вот смотрите, Саша Бро, вот так вот, допустим, был стрим. Или он просто-напросто посмотрел мой видос про тмин и решил попробовать. И как я говорил, нет вздутий. И не стало. И как бы сказать вам, у кого есть вздутие, вот эти все эти неприятные вещи, и он как не пробовал, и ничего не получалось. А тут простое средство. Хопа, и помогло. А вот смотрите, уже опыт его гвоздика помогает при мочеполовой инфекции. Вот у некоторых людей мочеполова инфекция. Они не знают, как туда добраться. А вот как раз гвоздика за счет своих лучших свойств, она как раз может, и вот в данном случае подтверждено, да, что она именно действует на мочеполовую инфекцию. Потому что вот здесь вот, как бы сказать, вот смотрите, что такое еще тмин в семенах и гвоздика. Вот мы с вами съели. Это все пошло, пошло, пошло по желудочно-кишечному тракту. Она не просто там проходит, как в трубу, так раз. Она где-то, эти семена оседают в складках там толстого кишечника. Гвоздика оседает и начинает свой дух отдавать. Этот дух, естественно, через слизистую и стенку толстого кишечника, он вообще распространяется по всему животу. И таким образом идет прекрасное воздействие фитонцидного такого, мощное фитонцидное, естественно, воздействие на все прилегающие органы. То есть на, как женские половые органы, это очень хорошо. На мужские половые органы это хорошо. На, значит, мочевой пузырь, на тампочки и так далее. И видите, ночью перестал вставать в туалет. У меня такого было, что в туалет, знаете, вот вроде не ходишь, не ходишь, ночь настала, а ты раза 3-4 туда мотаешься, в этот туалет. Это настолько изматывает, лишает нормального сна и так далее. А тут только раз, этого нету. Саша Мро, молодец. Так, куриного компресса при коронавирусу помогают. Я не использовал, я не использовал. Видите, коронавирус это легкие. Здесь лучше используют ингаляции. Я об этом рассказывал. Ингаляции и, опять-таки, чтобы в крови его протравить. Так, заметил, что против грибка хорошо помогает обычный березовый дюготь. Аптечный для наружного применения на теле подходит. Для всех мест. Отлично. Только лишь вот это. В некоторых случаях надо дозировку больше-меньше наносить. Или там день нанесли, через 2 дня, чтобы не было раздражения. То есть, вот это все отлично. То есть, березовый дюготь. Вы можете также прочитать в моих этих газетах. Великолепное действие Канели Калгина. Как я определяю, что у меня поменялась микрофлора на хорошую. Смотрите, микрофлора на хорошую поменялась. Это у вас первое. Исчезли вздутия. У вас нормализовался стул. Регулярным стал. У вас он стал оформленным. Вот это самые такие верные показатели. И следующее. У вас добавилось самочувствие энергии. Так, спасибо вам за вашу. Вы вдохновляете. Значит, Мия Анна пишет. Врач говорит, ходить в туалет каждый день не обязательно. 3 дня не ходить это норма. Значит, я сомневаюсь в ее словах. Кратко я вам скажу. Вот смотрите. Через желудочно-кишечный тракт. Вот пошла там пища, что-то обработалось. И она должна выходить своим естественным путем. И работать это должно в идеале. Но это в идеале. После каждой еды. Вот как у ребенка там до года. Но для нас идеал это будет хотя бы раз в день. Раз в день это будет уже очень-очень хорошо. Вот смотрите. Вот это все, что у нас здесь осталось, находится в районе толстого кишечника. В толстом кишечнике у нас происходит всасывание. То есть, постоянно пищу мы едим. Она спускается. Значит, всасывается в тонком кишечнике. Плюс еще она в толстом кишечнике. То есть, всасывается эти самые вода. Там формируются каловые массы. Так вот, эти каловые массы представляют, на них там размножаются и бактерии, и вообще образуются вещества, которые должны как можно быстрее удаляться из организма. Потому что они обладают отравляющим свойством. Так вот, когда это все у нас в течение трех дней не удаляется, а находится вот здесь, то организм все это дело всасывает и уже выбрасывает через легкие и кожу. То есть, не хотите выбросить вот так, нормальным образом, значит оно у вас должно выброситься. Хотите вы того или нет, через кожу, то есть, будет вонять, через дыхание будет вонять, через, значит, легкие, носоглотку, эти сопли. То есть, все это будет, все это будет вести к нездоровью. Поэтому, три дня это норма? Нет, это далеко не норма. Это называется скрытым запором. Запоры бывают разные. Вот скрытый запор, это как раз, три дня человек не ходит. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok